Здравствуйте, ребята! Спасибо, что зашли в гости к дедушке Саше. Сегодня я расскажу вам сказку про лису и исповедницу. Однажды лиса всю большую осеннюю ночь протаскалась по лесу неевшей. На заре прибежала она в деревню, зашла на двор к мужику и полезла на насест к курам. Только что подкралась и хотела схватить одну курицу, а петуху пришло время петь. Вдруг он крыльями захлопал, ногами затопал и закричал во все горло. Лиса с насеста так со страху полетела, что недели три лежала в ольхорадке. Вот раз вздумалась петуху пойти в лес, разгуляться. А лисица уже давно его стережет, спряталась за куст и поджидает, скоро ли петух подойдет. А петух увидал сухое дерево, взлетел на него и сидит себе. В то время лисе скучно показалось дожидаться, захотелось сманить петуха с дерева. Вот думал, думала, да и придумала. Дай прельщу его. Подходит к дереву и стала здороваться. — Здравствуй, Петенька! — Зачем ее лукавый сюда занес, — думает петух. А лиса приступает со своими хитростями. — Я тебе, Петенька, добра хочу, наистинный путь наставить и разуму научить. Вот ты, Петенька, имеешь у себя пятьдесят жен, а на исповеди ни разу не бывал. Слезай ко мне, покрайся, а я все грехи с тебя сниму и насмех не подыму. Петух стал спускаться ниже и ниже и попал прямо лисе в лапы. Схватила его лиса и говорит, — Теперь я задам тебе жару, ты у меня за все ответишь. Попомнишь, блудник и пакостник, про свои худые дела. Вспомни, как я в осеннюю темную ночь приходила и хотел попользоваться одним куренком. А я в то время три дня ничего не ела, и ты крыльями захлопал и ногами затопал. — Ах, лиса, — говорит Петух, — ласковые твои славеса, премудрая княгиня, — вот у нашего архиерея скоро пир будет. В то время стану ее просить, чтобы тебя сделали просвирнью, и будут нам с тобой просвиры мягкие, кануны сладкие, и пойдет про нас слава добрых. Лиса распустила лапы, а петух порхнул дубок и улетел домой. Тут и сказочки конец, а кто слушал, тот молодец. Заходите ко мне в гости еще.